Приветствую друзья на канале блог светотехника. В сегодняшнем видео речь пойдет о мигающих люстрах, о том как это исправить малыми так сказать затратами. Со временем люстры выходят из строя, неважно в таком вот виде люстра у вас или кольца, в принципе блоки у них в принципе у всех одинаковые. Значит ваша люстра включается и начинает вот так вот мигать либо более медленно, либо более быстро, ну в общем идет мигание. А должна она светить вот примерно вот так. Сейчас я вам покажу что нужно сделать, что перепаять для того чтобы это исправить. В 90 процентах случаях это помогает. Итак для того чтобы починить нашу люстру нам необходимо отсоединить светодиодный драйвер и вытащить его из корпуса. Причина моржания зачастую у нас кроется в управляющих конденсаторах, которые расположены обычно возле вот этих квадратиков так сказать с многоножками. Это называется блок шим-контроллера. Рядом с ними обычно располагаются низковольтные конденсаторы. Это бывает 16 вольт, 50 вольт, ну либо 100 вольт. Видите здесь один конденсатор я уже поменял и как вы видели на видео теплый свет у нас теперь светит правильно, а холодный свет мигает. Получается что этот шим контроллер управляет теплым светом, этот холодным и соответственно вот их не конденсаторы. Сейчас мы выпаяем вот этот вот конденсаторчик и заменим на новый. Для пайки нам потребуется паяльник, я использую такой вот крутой турбопаяльник SH72, ссылочку оставлю в описании. Работает от 12 и 24 вольт, нагревается примерно за 5-7 секунд. Я его только включил и сейчас как вы видите он у нас уже готов паять. Конденсатор выпаян и что самое главное здесь идет очень интересное жало с интересным покрытием. Нам не надо его не лудить, не канифолить. Припой прилипает просто как родной. Если кого-то заинтересует, ссылочка на данный паяльник будет в описании. Классная вещь. Итак, вот наш конденсаторчик 50 вольт 2,2 микрофарата и давайте его проверим с помощью вот такого специального тестера. Данный тестер позволяет диагностировать огромное количество радиодеталей, в том числе он может замерять емкость и внутреннее сопротивление конденсаторов. Приобрести тоже можно на Алиэкспресс, ссылочка также будет в описании. Тоже незаменимая вещь. И что мы видим на нашем приборе? Емкость у нас 2, почти 2,2 микрофарата, а внутреннее сопротивление 82 Ом. Это говорит о том, что данный конденсатор, он можно сказать замкнул внутри. С виду он целенький, а его характеристики просто никчемные. То есть конденсатор нужно обязательно этот заменять. Потому что вот, допустим, мы возьмем новый. У меня на 2,2 микрофарата нет. Ну, я возьму на 4,7. Это не сильно критично. Сейчас мы его прозваниваем и посмотрим, какие должны быть параметры у целого конденсатора. Нажимаем, идет тестирование. И мы видим емкость 4,8 микрофарата. ESR, это внутреннее сопротивление 2 Ома. То есть это намного лучше, в 40 раз лучше, чем у того. Соответственно, этот конденсатор у нас полностью работоспособный. И теперь мы его впаиваем обратно в схему, соблюдая обязательно полярность. То есть здесь у нас написан плюс, минус и мы его так и впаиваем. Впаяли наш конденсатор. Сейчас хорошенечко пропаяем. Откусываем лишние ножки. Так как я не использую никаких припоев, кроме того, что у меня припой с флюсом сразу идет. Особо чистить ничего я не буду. Все, конденсатор мы заменили. Давайте проверим, что у нас получилось. Стоимость такого ремонта рублей 10-15 в зависимости от того, сколько вы отдадите за конденсатор. Я думаю, справится любой человек, который умеет чуть-чуть паять. Кто не умеет, тот может быстро научиться. Так, проверяем. Включаем наш светильничек. Смотрим, теплый свет у нас работает отлично. Самый яркий режим у нас заработал, не моргает. Ночничок. И холодный свет, как вы видите, работает тоже отлично. В принципе, главное, посмотрите основные силовые конденсаторы, чтобы не были вздутыми. И если у вас моргает, то это определенно дело вот в этих управляющих конденсаторах. Надеюсь, мои советы кому-то помогут. Всем спасибо за просмотр. Задавайте ваши вопросы в комментарии, я всегда отвечаю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Там же есть чат, можно всегда задать вопросы, всегда помогу, подскажу, чем знаю. И ставьте ваши оценки. С вами был Светотехник. Всем пока.